Всем доброе-доброе утро! Я тут проснулась, еще сонно. Мы завтракаем и я сейчас буду спать в клинику. Мы со Златой, я сейчас выпью воды, немножко подожду, потом буду завтракать. У нас каша гречневая с маслом и молоком. Ура! Сейчас я Злате делаю еще чаечек. Да, Злат? И мы будем завтракать. А Милашка у нас раньше встала, она уже позавтракала и уже делает уроки. Иду к 8.30, сейчас 8, 9 часа. Бегу к своему терапевту. На улице так классно! Морозенько чуть-чуть, но классно. Все люди машины прогревают на работу ехать. А травка здесь еще зеленая и солнышко он какое сегодня. Вау, какая красота! Все, убегу обратно. Шапка эта дурацкая какая-то. Не нравится, я другую заказала. Это та, которая ко мне пришла. Я уже дома. Милана убежала в школу художественную. Пришла бабушка, забрала погулять Злату снова. Они снова ушли к ней домой. Поэтому я сейчас жду Костю. Он сменил место работы. Буквально он второй день сегодня на новой работе. Вот. И он переделал работу до недели вперед. Его отпустили. Сказали, ладно, езжай. Сегодня я была в поликлинике. Я приходила, я сдавала анализы до этого. Я приходила уже за результатами. Честно, я до сих пор себя немножко прийти не могу. Чисто по человеческому фактору, даже не по медицинскому. Анализы показывают у меня в организме воспаление. И меня врач спросил. Я не буду называть ни фамилии. Возможно, я что-то не так сделала, не так что-то сказала. Я не знаю. Но я сейчас не могу себе прийти и все анализирую эту ситуацию, где я неправильно себя повела. Меня врач спросил. Мы будем пересдавать анализы? Мы будем пересдавать анализы? Извиняюсь. Я прям волнуюсь даже немножко. Потому что я не знаю, как вот даже такую тему рассказывать. Как о ней говорить. Как к этому ко всему отнестись. Я не понимаю. Потому что мне кажется, что, наверное, я что-то сделала тоже не так. И неправильно где-то себя повела. Потому что доктор-то, ну, я не скажу, что он плохой, грубый. Нет. Но он меня спрашивает. Ну, что мы будем пересдавать анализы? Я говорю, я не знаю. А он говорит, ну, ладно тогда. До свидания. Я из кабинета вышла. Я сейчас, наверное, сюда уроку шла домой. И я была в шоке. Вообще, я обратилась в больницу по поводу сердца. Он сказал мне сдать кровь, мочу, там все такое. Пройти ЭКГ. ЭКГ у меня тоже не очень хорошее. У меня начались проблемы с давлением. Притом, я не гипертоник и не гипотоник. Но у меня давление очень странное. Если кто-то посмотрит видео, пожалуйста, объясните мне. Я просто прошу о помощи. Потому что я не понимаю, что мне делать. Куда мне идти вообще. В плату и поликлинику идти. Или что делать. Я обратилась к тем, что у меня иногда как заходится сердце. И начинает сдавливать. Но не в области сердца, а в середине. Возможно, это какое-то защемление нерва. Или еще что-то. Я не знаю. Но в этих ситуациях мне становится прям плохо. И в это время, вот именно в этих приступах. Так можно сказать, наверное, назвать. У меня становится давление 110 на 90, допустим. И мне очень плохо. У меня жуткие головные боли. Меня прям пластает по кровати, что я просто встать не могу. У меня слабость. Меня шатает. У меня голова кружится. И так далее. Или, допустим, 120 было у меня. 120 на 100 давление. То есть оно вроде бы как не гипертоническое и не гипотоническое. Но вот какое-то странное. Я об этом сказал доктору. Он как-то, ну, отправил меня на ЭКГ. И вот сказал сдать анализы. Я анализы сдала. Он мне говорит, у вас по ЭКГ показывают, что вы гипертоник. Но я не поняла, как, почему. Потому что я давление меряю. Я говорю, да нет. Я меряю давление. Может, у меня что-то, ну, у меня хорошее аппарат для давления. Я говорю, у меня повышено бывает, ну, крайне-крайне редко. Может, один раз в месяц, один раз в два месяца. Очень редко. И максимально там 135. Самый максимум у меня был 140. И при этом я не чувствовала себя плохо. А вот при таком давлении, когда 110 на 90 или 120 на 100, я себя чувствую очень плохо. Сказала, ну, у вас еще анализы показывают, что у вас воспаление какое-то в организме. Вы будете перезадивать? Я говорю, я не знаю. Он говорит, ну, ладно, до свидания. Я иду и думаю, а что мне надо было сказать? Я просто ему сказала, не знаю, потому что, ну, я действительно не знаю. То есть, как бы, надо мне сдавать? Или я почему-то у меня в голове было, не знаю. Я думала, что, может, он мне назначит, во-первых, какие-то препараты для урегулирования давления. Это первое. А второе, я подумала, что, наверное, он мне еще отправит там на УЗИ. Ну, то есть, узнать, где это воспаление или как. А потом еще раз анализы перезадить. То есть, я просто не знала действительно, что мне делать. Ну, то есть, куда идти? Он меня переспросил. Не знаю, надо, я бы пересдала просто. А теперь пришла домой, получается, у меня воспаление там в крови, да. Я просто не знаю. Ну, вот сейчас приедет муж, мы будем с ним разговаривать. Он идет у меня. Я буду с ним разговаривать. Наверное, мы пойдем, получается, в платную клинику. И будем там пересдавать анализ, будем записываться к терапевту. То есть, для меня это ситуация, в общем, для меня это, не знаю, наверное, мне так не надо было говорить. Но, с другой стороны, вообще ничего, никаких препаратов. То есть, что, как мне урегулировать давление? Кому мне обращаться? Я вообще хотела пойти сначала к кардиологу, но я не знала, это кардиология или это неврология. Я обратилась к терапевту, вообще-то, с этим вопросом. Но, получается, вот так. Куда мне идти? А вон Костя пришел. Что делать будем? Вот я тоже не знаю. В общем, что мы будем делать, будем сейчас обсуждать, решать. Костя решил порадовать нас и купил мороженку. Ура! Вот что-то засветилось. А мы с Костей поехали за маленькой. Она у бабушки-дедушки. Планируем сделать сюрприз девочкам. Они не знают, что папа приехал так рано. Ну что, будем двери закрывать, нет? Злата! Мы что, вместе пришли? Вместе пришли! Забрали Злату и от родителей. И сейчас вот к Марии Ра уже темнеет. Хотим и сим-карту Милане новую приобрести, поменять. Она где-то здесь уже с художки вышла. И где-то здесь нас возле магазина с подружкой ждет. С Дашей. С Дашей, да. А мы снова едем на процедуру в город. У меня случилось петля. Обожгла глаз. Роговицу. На улице прям холодно. Все, березки уже лысые стоят. Осень прям. Смотри, Ра за водичкой, соком. Все, в путь. Мы поехали. Купили детям водичку, бублики, сок и пюрешку детскую. И едем. Милаша пюрешку ест. Два-то. Тоже. А у меня глаз красный. А где огромные? Листики как перед машиной прям. Катятся. Мы снова тем же составом. И даже в ту же клинику идем. Прикольно. А мы в Октябрьском районе. И мы находимся рядом с рудом. Милана родилась во втором рудоме. Сейчас тут все застроили. Рудом закрыли. Прям такие воспоминания теплые. Вот за этими зданиями наш любимый рудомчик. Да, Милайска? Надо же, а? Совсем недавно, кажется. Сколько времени уже прошло. Мы в художественном магазине. Меска по литрам все делает. Гуаши, акварели, маска. Вам акварель нужна? Нет, акварель. Какой набор вот так-то скрывается, пластиковая. Вот оно. А где-то масло. Заехали в магазин «Лавка художника Ворона». Накупили целый пакет на улице. Так холодно. Я шапку забыла. Ой, что ты дождик ловишь? Как все раскачивается сильно. Прям ветер. Холодно. Бежим-бежим к машине. Шапку ставлю. Сидим. Подъехали к куриному магазину. Сидим. На улице такой витриной дождь. Папа побежал. У него капюшон, не промокая моя куртка. И он побежал в магазин куриный. Сейчас лемешки сварим, чтобы долго не готовить. На самом деле на улице не темно. Не знаю, почему так. Что-то как-то темно. У меня вроде глаз проходит. В общем, я его обожгла. Перекисью водорода. То есть как пероксидной для промывания линз. Я перепутала банки. И вместо увлажняющего раствора, в котором хранятся линзы, положила их в пероксидный раствор. И с этого раствора достала и сразу стала вставлять линзу. И мне обожгло глаз. И оно хорошо подскочило кости. Говорит, промывая, промывая. Начала в воду. Мне сразу стало легче. Видимо, стала вымываться. Все, я линзу вытащила. Вообще, я стараюсь, когда мы едем далеко, одевать линзы. Сейчас вот так вот. В общем, теперь я долго не одену линзы. У меня немножечко еще красноватый глаз. Что-то как-то мне не хочется. Мне проще вот так. Пумс. И все. Плохо видно, а тут человечка нарисовала. Свиньку. Но ее не видно. А вот и Костя. С моей стороны открывает, решил меня заморозить. Костя. Снежу пробивается. У тебя витычка такая. У-у-у. У-у, темно уже, темней. 6 градусов. 6 градусов. А, нет, нет, нет. Подожди, ходят 4. 4 градуса. Очень холодно, снежочек там что-то. Костя говорит, пробивается. В общем, холодно. Ветер, ветер леденящий прям. А мы заехали еще в один магазин возле дома. Ветер прям ураганный. Машина раскачивается. Сюда сейчас сижу, раскачиваюсь. Костя с Миланой выскочили прямо не по себе. Ох. Костя заглядывает. Тут мы, тут, тут. Да тут мы. Уже дома. Сухарики наши нас ждали. Что мы купили? Мы купили вообще прям маленько. Я суп сварю гороховую из копчености. Мы взяли копчености. А прямо сейчас мы просто отварим пельмешки. Я уже водичку поставила. И наши любимые семечки. Две последние пачки. А это Милана купила художку. Так с любовью она расставляет. Это она купила гуашь у них такая. Используются в краске художественной студии. И дополнительно купила. Учительница написала список. И она по этому списку. И вот еще кисточку купила. Довольна? Рада? А это наши надписи на холодильнике. Мы все время здесь записываем наши все планы. Поставила водичку я. Ой-ой-ой. Надо донышко протереть. Сейчас протру. И зубная щетка у меня на зарядке. Я сейчас выпью стакан воды с нулевой. Милана с огромным кайфом сложила новые все красочки в рюкзачок. И говорит, что преподавательница будет ей страсть. Как довольна, да? Да. Зато у Златки тоже счастье привалило. Да, дочь? Ну, так и бабушка оказала. Ух ты! А ты умеешь этими красками пользоваться? Красочки старенькие достались от Златы. Да, Злат? Красота! И чуть-чуть новые. И чуть-чуть новые. Но это очень красивые краски. А это папа. Мы уже покушали пельмени. Все налопались. А папа пьет чай с Халлой. Да, пап? А что ты смотришь? Ютуб наш? Да, тоже. А? Ну, да. А если по правде? Кино, в общем, он смотрит. А у нас вечерний кавардак. Там лежат кошки. Здесь играет Злата. Смотрим телевизор, как всегда. И сейчас я буду разбираться, что там нам повыписывали. Милан, ты учишь ее, как с красками обращаться? Да. Молодец. А что вы рисуете? Не знаю. Вы только посмотрите, как Милана рисует, как она расклеила картинки. Это рыбка Лунтик. В простонародье рыбка как? Аксолотль. Аксолотль. Милана ее рисует. И она ее несколько мордочек тут. И она выберет что-то. Одно, да? Или как ли? Одно. Одно что-то. В общем, вот. Такая симпатичная рыбка. Мне прям захотелось завести даже. Мне прям даже хочется про нее прочитать.